Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о замечательном писателе сказок Шарли Перро. Ну, и о его сказках, соответственно. Вы сегодня будете узнавать его сказки, сказочных персонажей. И у нас даже вот есть мои соведущие замечательные, Маша и Александра, они мне сегодня помогут разыграть несколько сказок. У них есть свои роли. Вот, это будет чуть позже, но вы должны будете угадать, какую мы с ними сказку разыгрываем. Ну что ж, у нас сегодня задумано несколько интересных вещей. Кстати, вот в конце девочек будет ждать состязания золушек. Я надеюсь, девочки, это был у нас сюрприз заготовленный, но я надеюсь, что девочки к нему к концу подготовятся и покажут себя настоящими классными золушками. Ладно, до этого время еще дойдет. А сейчас, сейчас я вам коротенько расскажу о самом Шарле Перро. Я надеюсь, вы знаете, в какой стране он родился. Кто мне подскажет? Есть тут такие, кто подскажет? француз. Да, это французский писатель, а жил он очень давно, почти 400 лет назад. Да, то есть, ему в этом году исполняется, исполнилось бы, 390 лет. Представляете? Вот, он, кстати, писал очень долго, умер он глубоким стариком, примерно в 75 лет. Вот, и написал он в своей жизни очень много всего. Но на самом деле, все знают только его сказки, а все прочие произведения, ну, как-то вот, терялись с течением времени. Кстати, изначально он не был писателем, он был адвокатом. Он учился на адвоката, и у него даже была лицензия адвоката, он даже недолго пытался быть адвокатом, но как-то вот ему не понравилось быть адвокатом. Он хотел быть писателем. Поэтому, сначала он пошел к своему брату, у него, кстати, было несколько батьев, он был шестым ребенком в семье. То есть, представляете, у него была, значит, многодетная семья. Вот, ну, не все бати, правда, дожили до совершеннолетия, но тем не менее. Вот у него, например, был известный брат, архитектор, который даже помогал строить во Франции дворцы. Его звали Клод Пьеро. Ну, вот с течением времени слава, так сказать, младшего брата Шарля Пьеро, она, благодаря сказкам, так сказать, затмила всех остальных Пьеро. Так вот, Пьеро, как я уже говорил, написал довольно много разных произведений. Ну, например, у него была поэма «Стены трое» или «Происхождение Борлеска». Ну, увы, как-то, как-то, да, они все потерялись. А сборник сказок, который назывался «История и сказки былых времен с поучениями», а позже стал называться «Сказки матушки Гусыни», они у него появились достаточно поздно, в 1697 году. Вот, он тогда уже был довольно глубокий старик, ему было примерно 68 лет. Вот, но, тем не менее, он решил себя пополнить в совершенно новом жанре. Хотя к сказкам тогда относился совершенно несерьезно. Считалось, что, ну, как бы, сказки их там должны рассказывать где-нибудь там женщины ночью, детям на ночь. Вот. А когда он сделал свой сборник сказок, всем они очень понравились. Хотя, на самом деле, сам лично, он из восьми первых сказок, которые он опубликовал, он придумал только одну, одну единственную. реке хохолок. А все остальные он услышал от кормилицы, своего сына. По вечерам, когда она читала их, соответственно, вот, его сынишки. Он их литературно обработал и превратил в сборник. Ну, кстати, до него было еще там, одно издание, лет за сто примерно до него, один итальянский писатель тоже издал довольно большой сборник сказок. И там некоторые сказки, они очень похожи. Почему? Да потому что сказочные сюжеты переходят из стороны в сторону и во многих странах примерно есть, немножко по-разному называются персонажи, но сказочные сюжеты очень похожи. Потому что нравятся детям примерно одни и те же сказки. Так вот, кстати, эти сказки с течением времени стали источником для вдохновения уже не только писателей, но композиторов, например. И по ним, например, стали делать балеты, оперы. Ну, вот, например, есть опера Золушка, есть опера Замок Герцегасинья Борода, есть Балет Спящая Красавица, есть Золушка и другие произведения. И сейчас мы переходим непосредственно к самим сказкам. Так, кто мне скажет, может быть, кто-то знает или догадается, сколько сказок было в самом первом сборнике? Ну, по поводу угадать. А цифра от одного до десяти. Какие есть варианты? Твой вариант? Десять. Кто-то предложит другую цифру? Восемь. Восемь. Правильный ответ. Да, сказок было восемь. Сказки эти были Золушка, кот в сапогах, красная шапочка, мальчик-спальчик, подарок феи, реке хохолок, спящая красавица и синяя борода. Было еще три стихотворных произведения, которые тоже Пьерро написал, но потом их, в общем-то, дальше уже редко печатали. Это Набелло Бризель, да, и еще две стихотворные сказки «Ослиная шкура» и «Потешные желания». Но широко известны были только вот первые восемь сказок. И сейчас мы с моими помощниками юными как раз сыграем несколько сценок из этих сказок. А вы нас послушайте и в конце после каждой сценки будете говорить, какая же эта сказка. Хорошо? Договорились? Отлично. Итак, первая сказка. В скором времени принц со своей свитой пожаловал в дом, где жила наша героиня. Сводные сестры бросились примерять туфельку, но изящная туфелька ни за что не хотела нализать на их большие ноги. Принц уже хотел уйти, как только отец нашей героини сказал «Подождите, ваше высочество, у нас есть еще одна дочка». В глазах принца блеснула надежда. Тут же вмешалась мачхова. Не слушайте его, ваше высочество, какая же эта дочка, это наша служанка, вечная замурашка. Принц грустью взглянул на грязную, одетую в лохмотье девушку и вздохнул. Что ж, каждая девушка в моем королевстве должна примерить туфель. Наша героиня сняла грубый башмак и без труда надела туфельку на свою изящную ножку маленькую. Так пришлась ей в самый раз. Сестры очень удивились, но каково же было их изумление, когда наша героиня достала из кармана фартука вторую такую же туфельку и надела ее на другую ногу. принц внимательно посмотрел в глаза девушке и узнал ее. Так ты и есть моя прекрасная незнакомка. Так мы зачитали отверт. Итак вот ты золушка да конечно же это золушка семья любимая сказка. Да ну сказка это на самом деле еще более древняя чем может показаться в нашей стране кстати ее не всегда переводили как золушка иногда ее переводили как заморашка. И это один из популярнейших в мире так называемых бородячих сюжетов сказок потому что например самая древняя похожая очень сказка она обнаружилась в папирусах которые писались еще в древнем Египте. то есть за тысячи лет до даже Шарля Первого не говоря о том что это как бы от нас уже сильно отстает. Итак как же выглядела самая вот эта первая сказка жила была девушка гречанка по имени Радобис жила она соответственно в Греции ее похитили страшные пираты морские увезли на корабле в Египет и там продали в рабство она стала рабыней хозяин купил ей красивые изящные позолоченные туфельки кожаные и она как-то пошла в них купаться на реку Нил пока она купалась к туфелькам подлетел сокол но сокол это был непростой это был египетский бог гор который принял облик сокола он схватил одну сандалью когтями и унес ее и бросил ее к ногам фараона египетского сандалия была настолько маленькая и изящная что фараон объявил во всей стране Египте розыск чтобы найти девушку которая подойдет эта маленькая крошечная сандалия ему очень захотелось на нее посмотреть и как только его слуги нашли красавицу Родопис благодаря этой изящной сандалии он тут же на ней женился согласитесь очень похоже на золушку которую мы с вами знаем только чуть-чуть изменены другие названия другие имена да в Египте она только была да правильно страна другая но сюжет ведь очень похож ну что ж соответственно в редакции Шарля Перро были ну скажем так следующие отличия потому что после него например братья Грин сделали свою версию сказки и она тоже чуть отличается она кстати немножко пострашнее вот а вот например у Шарля Перро сказка совсем добра и кстати золушка у него она изначально на самом деле принцесса потому что ее отец был королем маленькой сказочной страны вот это это да ну как бы вот когда он женился во второй раз да там ей попала злая мачка и ее сестры там вместе с мачкой сделали так что она почти начисто забыла что она принцесса а на самом деле она очень благородная девушка не только красивая поэтому принцу на самом деле совсем не стыдно было на ней жениться вот и действительно там был бал и кстати бал был два дня а не один просто в первый день она на самом деле успела до 12 уехать с бала и ничего не произошло то есть принц и все во дворце на второй день тоже ее ждали но во второй день принц когда ее увидел он так сыпал комплименты так ей восхищался что она заслушалась и забыла что нужно уехать до 12 ей напомнили об этом только башенные часы в замке и ей пришлось спешить и конечно она потеряла туфельку вот так что ну вот видите в разных сказочках есть свои небольшие нюансы так ну в конечном итоге закончилось все хорошо принц взял ее замуж и на самом деле даже ее сестрам повезло потому что добрая золушка простила их их тоже взяли во дворец и нашли им мужей то есть видите совсем-совсем добрая сказка вот так ну что ж а мы сейчас переходим к нашему следующему сказочному сюжету так ну что ж слушайте внимательно уверен что вы отгадаете но тем не менее меня уверили сказал наш герой что вы умеете превращаться в любого зверя ну например вы будто вы можете превращаться во льва или слона могу и чтобы доказать это сейчас же сделаю символ смотри наш герой до того испугался увидев перед собой льва что в одном мгновении забрался по водосточной трубе на крышу хоть это делать было трудно и очень опасно потому что в обуви не так-то легко ходить по черепице только когда великан опять принял свой прежний облик наш герой спустился с крыши и признался хозяину что чуть не умер со страху а еще меня уверяли но это уж я совсем никак не могу поверить что вы будто бы умеете превращаться даже в самых маленьких животных ну например сделать сокрысы или даже мышкой должен сказать по правде что он считает это совершенно невозможно охотка невозможным а ну-ка погляди и дальше было следующее превращение так так вот ты знаешь кот в сапогах да это кот в сапогах конечно же ну и я думаю что вы назовете да кто сейчас с кем я сговаривал ну людоед и кот в сапогах да ну я был соответственно котом а мой помощник Александр говорил за людоеда да изначально сказка называлась господин кот вот да ну или кот в сапогах как она стала называться немножко позднее собственно говоря сказка была достаточно оригинальная то есть в европе встречалось не так много похожих сюжетов хотя они тоже были в других странах ну я думаю что саму сказку вы же знаете да то есть с чего там все началось кто мне подскажет из вас то что старший то что жил один старик старик у него было три сына три сына а там умер там первому старшему сыну что он подарил отдал мельницу второму что у нас нас а еще по третьему кот кот правильно ну младшему повезло наверное все таки больше всего согласитесь потому что хотя ему достался казалось бы маленький кот да но кот ему достался хитрый умный и который помогал своему хозяину а что в результате с помощью кота получил наш главный герой сказки то есть вот третий сын младший кто мне скажет что ему досталось в самом конце дворец дворец а еще принцесса принцесса да достался ему принцесса богатство целый замок и громки титул согласитесь не так плохо для сына мельника тем более младшего которому даже осел не достался только кот так что кот это штука нужная в хозяйстве так ладно хорошо а у нас следующая сказка сейчас будет разыгрываться так ладно посмотрим насколько быстро вы ее узнаете куда ты идешь спасил наш персонаж иду к бабушке и несу ей пирожок и горшочек мяса масло масло да а далеко живет твоя бабушка далеко вон в той деревне за мельницей в первом домике с краем ладно я тоже хочу поведать твою бабушку сейчас я по этой дороге пойду а ты ступай по той посмотрим кто из нас раньше придет так ты красная шапочка красная шапочка да я знал что вы отгадаете ну конечно же да так а кто сейчас с кем говорил ну волк волк и красная шапочка ну да Маша у нас была красная шапочка а я был волком да отлично ну я был уверен что вы отгадаете вы не могли не знать эту замечательную сказку так хорошо так вот ну и чуть-чуть несколько слов о этой сказке это достаточно известная в Европе сказка сюжет о девочке которую обманывает волк очень распространен был в Италии и во Франции со средних веков обычно особенно это любили сказку рассказывать в предгорьях Альп вот потому что там особенно много волков водилось рядом с горами в густых лесах и он там пользуется огромной популярностью кстати очень разное было содержимое корзинки вот сейчас что у нас шапочка несла в корзинке масло масло а еще что пирожки пирожки да и горшочек масла вот а на самом деле встречается разное содержание например в северной Италии внучка могла нести бабушке свежую рыбу а в Швейцарии головку молодого сыра вот а на юге Франции ну вот пирожок и масло это в зависимости от той страны или области где рассказывалась сказка ну сюжет я думаю вы знаете так кто мне подскажет вот с чего там все начинается так ты давай расскажи мама красной шапочки она говорит красная шапочка отнеси бабушке горшочек и пирожочек горшочек масла и пирожки ага вот ну потом ей соответственно встретился волк ну кстати в разных сказках бывает немножко по-разному потому что в одних сказках это волк в других это оборотень который может быть иногда волком и иногда человеком вот и были даже сказки где это был целый огар то есть злой великан вот да то есть сказки бывают очень разные но в любом случае идея в том что то есть девочку кто-то обманывает обманом заманивает бабушки бабушка погибает ну кстати не всегда иногда ее в каких-то сказках получают ну чаще всего она погибает вот и затем в некоторых самых страшных сказках красная шапочка тоже погибает а в каких-то она ей удается спасить как например у Шарля Перро кстати насчет шапочки изначально вот ну вот мы привыкли говорить красная шапочка а на самом деле в самом начале у нее была на голове не шапочка а капюшон красный это головной бой который очень спостолен был в те времена в сельской местности во Франции Шаперон и сказка иногда называлась девочка в капюшоне вот такие тоже были различия ну что ж и самые вот первые народные сказки они все-таки более страшные то есть Шарля Перро поверьте сделал ее гораздо более доброй чем она была изначально ну основная мораль этой сказки состояла в том что маленьким детям особенно девочкам никогда не надо водиться со своими незнакомцами или вот вообще просто с незнакомцами которые допустим что-то предлагают а тут видите девочка появила легкомыслия из-за этого погибла бабушка иногда гибла сама девочка ну ладно так а мы с вами переходим к следующей сказке так сейчас у нас будет такая сложная сказочка кто там это сыновья дровосека мы замерзли и проголодались пустите нас пожалуйста дверь со скрипом открылась на пороге появилась добродушная но испуганная женщина мы заблудились поистину мальчика и сейчас превратимся в семь ледышек только уголок у камина и миска горячей еды могли бы нас спасти тихо здесь живет людоед который ест маленьких детей а я его жена братья так и отропили от ужаса мой муж скоро вернется с темной поляны где он нападает на проезжих купцов если он застанет вас здесь то съест в два счета а далеко и отсюда эта темная поляна ровно семьдесят миль но семьдесят миль это всего лишь десять шагов к нему ведь у него есть семимильные сапоги он делает шаг и проходит семью уходите ребятки пока еще уходите если вы нас не вкусите мы все равно умрем в лесу от холода уж лучше мы останемся здесь и немного обогреемся может господин людоед нас не заметит тяжело вздохнув хозяйка впустила мальчиков едва они немного отогрелись пока сдался глухой стук в дверь это он скорее прячетесь кто куда может так спасибо итак кто у нас у нас есть еще желающий отгадатель у нас только один знает все сказки хорошо так ну ребята так нет 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 ладно так давай где рассказать что это за сказка мальчик с пальчиком мальчик с пальчиком конечно же ну да в этот раз соответственно Маша у нас была женой людоеда я просто сказочник вот ну Александр нас соответственно читал за детей за мальчик с пальчиком вот да это такая сказка очень интересная она про очень крошечного мальчика мальчика с пальчиком и кстати этот сюжет он повторяется во многих очень многих сказках в разных у разных народов мира начинается кстати ну примерно по-разному но очень похоже то есть жила-была супружеская пара муж с женой и у них не было детей но они очень хотели сына и они так сильно этого хотели что стали желать чтобы у них родился хотя бы малюсенький сыночек вот и у них в результате появляется крошечная сынулька был он такой маленький что он всюду помещался и вот с ним происходят разные приключения например самое известное приключение это он забрался в ухо лошади ну вы же представляете себе лошадь да большая такая большая животная да вот представьте то есть он был такой маленький что поместился ей в ухо и стал отдавать ей команды прямо налево направо он ей управлял но его со стороны это было не видно то есть было такое впечатление то есть у всех кто это видел что лошадь сама себе отдает человеческим голосом команды слушается их и выполняет то что нужно этому все так удивлялись что не видя мальчика предлагали его отцу деньги за говорящую лошадь ну соответственно его отец продавал как бы говорящую лошадь тем временем мальчик спальщик прятался и убегал назад к отцу и поэтому ну вот у его отца был довольно выгодный бизнес по продаже всем договорящих лошадей вот но это конечно только одна из историй то есть например есть еще история когда мальчик спальщик забрал его случайно проглотила вместе с коровой корова он попал внутрь и стал из нее тоже говорить а потом и лгать хозяев этой лошади они подумали что у них корова взвесилась и и убили ее соответственно потроха они выбросили в лес где собственно их съедает волк но волк опять-таки прокладывает вместе с требухой самого мальчика спальщика но мальчик спальщик не гибнет он начинает разговаривать внутри волка и отдавать ему команды и заставляет волка дойти до своего дома где его отец видя волка убивает его и оттуда из убитого волка выпрыгивает мальчик спальщик согласитесь да вот таким приключением опять-таки есть много разновидностей например есть в Израиле своя сказка про мальчика спальщика только там он назовется он назовется Бебеле Фасоленко потому что наростом с Фасоленко вот но в чем же суть сказки Пьеро в том что настают тяжелые голодные времена в стране и кроме вот сына мальчика спальщика есть еще у этой четыре затем появляется несколько уже нормальных крупных мальчиков то есть сыновей которые подрастают их всех надо кормить но кормить их нечем деньги в семье закончились поэтому отец отводит детей в лес и там их оставляет надеюсь что они там заблудятся и умрут сами вот но первый раз мальчик спальщик набрал камней раскидывал их по дороге а потом по ним вывел себя и своих братьев назад к дому вот кстати его мама не знала об этом это была чисто инициатива его отца и но тем не менее муж у нее он не то чтобы сильно злой человек но просто вот просто пришлось так решить второй раз он уже не дает мальчику спальщику собрать камни все равно отводит их в лес а дальше у них вот появляется происходит встреча с людоедом с его женой ну кстати в результате они побеждают людоеда они отнимают у него семимильные сапоги и даже у его жены выманивают деньги затем они возвращаются этими деньгами к своему отцу и дальше живут уже счастливо то есть ну вот такая вот хитрая сказка ну что ж а сейчас у нас новая сказка так итак слушайте внимательно возможно вы эту сказку не читали но я надеюсь что вы ее все равно угадаете как-то раз когда девушка брала воду к ней подошла какая-то бедная женщина и попросила напиться пейте на здоровье тетушка сполоснув поскорее свой кувшин она зачерпнула воды в самом глубоком и чистом месте и подала женщине придерживая кувшин так чтобы удобнее было пить женщина отпила несколько глотков воды и сказала девушке ты так хороша так добра и приветлива что мне хочется подарить тебе что-нибудь на память дело все в том что это была фея которая наручно приняла вид простой деревенской женщины чтобы посмотреть так ли эта девушка мила и учтила как про нее рассказывают и вот что я подарю тебе с этого дня каждое слово которое ты скажешь упадет с твоих губ либо красивым цветком либо драгоценным камнем представляете прощай сказала ей фея и исчезла так и следующий маленький отрывок едва успела подойти она к источнику как навстречу ей из лесу вышла нарядно одетая дама и попросила глоток воды это было то же самое фея но только на этот раз она приняла облик принцессы чтобы испытать так лет голуба и зла старшая сестра нашей первой девушки как они рассказывают фея Ну что ж, какова услуга, такая и награда будет. С сегодняшнего дня каждое слово, которое ты скажешь, превратится в змею или в жабу. Прощай. Исчезла. Так. Ну что ж, кто попробует угадать, что же это за сказка? Как она называется? Так. Так, ладно, я понял, это тяжелая сказка. Ну хорошо, называется она «Подарок феи». Да, эту сказку хуже знают, чем предыдущие, но темнее сказка очень интересная. Так, а вот никто не предположит, на что эта сказка похожа. Может, вы фильм такой смотрели? Там вот про одну добрую девушку, а про вторую злую. Они неродные сестры. Морозко. Морозко, правильно. Смотрели фильм «Морозко»? Нет? Никто не смотрел? А, зря, зря. Очень советую посмотреть. Я надеюсь, что мамы поработают в этом направлении. Так вот, да, действительно, как в нашем Морозко, там есть две сестры. Одна из них была добра и хорошая, была похожа на своего отца, а другая, грубо и злая, была похожа на свою мать. И как-то раз, соответственно, к доброй ее сестра и мать плохо относились, и она была вынуждена ходить за водой. И вот в какой-то раз ей там встретилась фея, которую она очень любезно предложила напиться. Там вот ее нагодила такой интересной вещью, как то, что каждое доброе слово превращалось в цветок или в драгоценный камень. Жемчугая, в алмазы. Как вы понимаете, для девушки это очень хорошо, потому что в конечном итоге она нашла себе, то есть она создала сама себе приданного, достаточно много ценного, и ее замуж взял принц. Вот. Поэтому, согласитесь, сказка для нее закончится хорошо. Со второй девушкой получилось все не так здорово, потому что она была грубая и злая, она обидела фею, как вы понимаете, и та действительно нагодила ее тем, что каждое слово второй девушки превращалось в змею или в жару. Соответственно, никто не хотел водиться, она поссорилась даже со своей матерью, та выгнала ее из дома в лес, где та и умерла голода. Вот. Такая вот сказка, что всегда надо быть добрыми и говорить только хорошие, добрые слова, и, соответственно, желательно никого не обижать, потому что могут быть последствия. Вот. Такая вот любопытная по-своему сказка. Ну, что ж, а сейчас мы с вами перейдем к следующей сказке. Так, ну, она тоже немножко сложноватая для вас, но посмотрим, надеюсь, что вы ее угадаете. Итак. Не понимаю, сударыня, как такая прекрасная особа может находиться в такой задумчивости? Ибо хотя я могу похвалиться, что видел множество прекрасных особ, однако обязан сказать, что никогда не видел такой красоты, как оба ваших. Какой вы комплиментщик, сударь. Красота, продолжит наш герой, есть такое великое достоинство, что она должна заменять все, и кто красотой обладает, тот не может, по моему мнению, ни о чем горевать. Лучше я была бы такой же уродиной, как и вы. Да имел бы ум, чем с моей красотой, да быть такой дурой. Ничто, сударыня, так не доказывает ум, как убеждение в его отсутствии. Ум по природе своей такое достояние, что чем больше его имеешь, тем больше имеешь его недостаток. Этого я и не знаю. Но знаю, что я очень глупа. Оттого я горюю до смерти. Только-то, сударыня, я могу положить конец вашей печали. Как так? Я могу, сударыня, сообщить свой ум той особе, которую крепко полюблю. А как вы, да сударыня, и есть та самая особа, то от вас самих зависит поумнеть, как только возможно, либо лишь бы вы согласились пойти за меня замуж. Принцесса смутилась и ничего не ответила. Вижу, что это предложение вам не по вкусу и не удивляюсь. Но даю вам целый год времени. Подумайте и решитесь. Итак, что же это за сказка? Как она называется? Мы уже назвали сегодня. Да, это на самом деле та самая единственная сказка из всего сборника, которую придумал лично Шарль Перро. Кто слушал внимательно начало? Кто запомнил? Ну ладно, хорошо, а придется подсказывать. Но на то уж я сегодня и сказочник. Сказка называется «Реке Хохолок». Ну да, тоже, в общем-то, достаточно редкая сказка. О чем же она рассказывает? У королевы появился похожий на гнома принц с хохолком на голове. Он был сам очень умный, но при этом довольно страшный на вид. Но ему было дано особое свойство. Кого он полюбит, та девушка тоже умнела. А в другом королевстве, в соседнем, у королевы родилось две дочери. Одна очень красивая, но очень глупая. А другая очень страшная, но очень умная. И у той, которая была очень красивая, но глупая, у нее тоже ей фея подарила свойство, что она может наделить похожей на свою красоту того, в кого она влюбится и выйдет замуж. И поэтому через какое-то время произошла встреча нашего страшного принца, которого все звали Хохлик, из-за хохолка на голове, страшного, но умного. И вот этой вот очень красивой, но глупой принцессы. И он уговорил ее выйти за него замуж. Но дал ей при этом целый год времени, как мы сейчас, собственно говоря, и рассказывали. И принцесса поумнела тут же, еще не став его женой. И целый год она была умной. И в конечном итоге, к концу года, она даже успела забыть о том, что она дала обещание выйти замуж за страшного принца. Но она случайно увидела приготовление к этой свадьбе, снова вспомнила про принца, увидела его, разговаривала с ним. Сначала хотела ему даже отказать. Но, правда, при этом, если бы она ему отказала, она бы потеряла бы ум. Но, уже будучи к тому времени умной, а не только красивой, она, разговаривая с ним, поняла, что это же здорово, что они встретились. Он ей подарил ум, а она ему что могла подарить? Красоту. Красоту. Правильно. И поэтому, когда они поженились, они стали и красивой, и умной парой. Ну, разве не здорово, да? Каждый получил то, чего ему не доставало. И, соответственно, их родители тоже были очень довольны этим. Потому что они получили тех, таких детей, о которых и мечтали. Тоже такая добрая и поучительная сказка. Так, хорошо. А сейчас мы с вами перейдем к следующей сказке. Ну, я надеюсь, она будет слегка полегче для угадывания. Так. Что это вы тут делаете, тетушка? Приду к пряжу, дитя мое, ответила старушка, даже не догадываясь о том, что говорит с принцессой. Так, это очень красиво. Давайте я попробую, выйдет ли у меня так же хорошо, как у вас. Она быстро схватила веретено, едва успела прикоснуться к нему, как исполнилось предсказание, и принцессу уколола палец. И тут же упала замертво. Так, это первый отрывок. Есть на газке? Нет, 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 сейчас второй отрывок. Вдалеке, над густым дремучим лесом, он увидел башни какого-то замка. Чей это замк? Кто в нем живет? Но никто не мог ответить принцу током. Каждый повторял только то, что сам слышал о других. Один говорил, что это старые развалины, в которых поселились блуждающие огоньки. Другой уверял, что там водятся драконы и ядовитые змеи. Но большинство сходилось в том, что старый замок принадлежит свирепому великану-людоеду. Принц не знал, кому верить. Но тут к нему подошел старый крестьянин и сказал, «Добрый принц, полвека тому назад, когда я сам был так же молод, как вы сейчас, я слышал от своего отца, что в этом замке спит неблагодным сном прекрасная принцесса. И будет спать она еще полвека до тех пор, пока благородный и отважный юноша не придет и не разбудит ее». Так, ну что ж, ладно. Итак, ты скажи. Спящая красавица. Да, это спящая красавица. Ну я знал, что вы угадаете. Я, кстати, думал, что девочки впервые угадают. Вот, а тут мальчики почему-то угадали. Ай-яй-яй. Ну ладно. Так, хорошо. Может быть сейчас девочки расскажут суть сказки. Ну с чего там все начинается и чем заканчивается? Ну девочки, девочки как, расскажут нам? Не, не очень. Ладно, ну хотя, тогда мальчики, наверное, помогут, да? Раз так быстро угадали сказку, то кто-то из вас, наверное, сможет ее так кратенько пересказать. Ну? Что вы, есть желающие пересказать? У вас тут сзади, можно сказать, целая сказка. Ну да, кстати, здесь мы показываем как раз иллюстрации из разных книг по каждой конкретной сказке. У короля и королевы родилась долгожданная дочь. И они пригласили всех фей королевства. Ну, одну только забыли. Они думали, что она давно умерла, потому что ее давно никто не видел. Вот, так уж образовалось, что конкретно эта фея была не очень добрая, в общем, довольно была сварливая. И она все равно узнала об этом празднике. Очень обиделась, что ее пригласили. Ну, соответственно, пришла туда без всякого приглашения. И в конце, в самом конце специально дождалась. Она дала пожелание, что как только принцессе исполнится 16 лет, тут же она уволит палец Аверетино и уснет беспробудным сном навеки вечные. Вот. Но, к счастью, в тот день опоздала еще одна фея туда, на праздник, которая туда была, ну, просто опоздала из-за своих каких-то дел. И поэтому она, к счастью, услышала пожелание злой феи и успела смягчить немножко его, потому что ее пожелание оказалось самым последним. Она сказала, что да, действительно, принцесса в 16 лет уголит палец Аверетино, действительно уснет, но не на всю жизнь, а только на 100 лет. И через 100 лет она должна будет проснуться. Ну, на самом деле, есть разные вариации. Есть вариация, где там должен обязательно прийти принц, где-то она просто просыпается, и принц ее выручает. Ну, в любом случае, принц у Пьеро, у Пьеро находит принцессу, он ее пробуждает. Ну, дальше они тайно женятся. У них появляются мальчик и девочка. И затем случается неприятная история. Дело все в том, что у хорошего, доброго, красивого принца очень злая мать. И она знает, что что-то произошло. Принц ей не рассказывает про свою жену и про детей. Однако, она все-таки обманом его заставляет привезти к себе в замок. И когда он уезжает по своим делам, она хочет их убить. И более того, даже съесть. То есть, она не дает. Но, к счастью, находится добрый повар, который детей прячет. И вместо этого он дает ей мясо, дает злой женщине мясо животных. Вот. А она думает, что она своих внуков ест. И в конечном итоге она, правда, узнает о том, что ее обманули. И она хочет сварить и саму пробудившуюся спящую красавицу и своих внуков в огромном котле, который поставят во дворе замка. Но, принц вовремя приезжает, выручает их, а сама людоедка бросается в этот котел и погибает в нем. Вот такая вот сказка. Вот. Ну что ж. Так. А сейчас будет следующая сказка. Так. Ну, посмотрим, как вы ее угадаете. Вот. Очень на вас надеюсь. От чего ключ от комок не находится вместе с другими? Я его, должно быть, забыл у себя наверху, на столе. Прошу, принеси его, слышишь? После нескольких отговорок и отсрочек девушка, наконец, принесла локовой ключ. Это от чего кровь? Спросил наш герой. Не знаю. Чего? Едва ответила она и сама побледнела, как полотно. Ты не знаешь? Ну так я знаю. Ты хотела войти в коморку? Хорошо же. Ты пошла туда. И займешь теперь место в ней. Так. И что же это за сказка? Синяя борода. Да, да, правильно. Это действительно сказка «Синяя борода». А кто теперь расскажет, о чем сказка? Кто-нибудь знает, кто-нибудь ее, может, читал? Сказка довольно, конечно, страшноватая. Вот. Ну, интересная. Так. Нет? Никто из вас пока не читал ее? Я увидел. А, вот забыл. Да? Ну, ладно, давай, расскажи. Ну, в общем, Синяя борода, Синяя борода, это такой купец, ну, барин. Богатый человек. Богатый. Так, у него свой замок. Да. И по соседству жила семья, там было два сына и две дочки. И Синяя борода захотела жить на одной из бочерей. Так. И пригласил всех знакомых, соседей, деревных к ним. В загород? Нет, в загород. Там все веселились, кировали. И в итоге потом младшая забыла, что он какой-то страшный. И еще идите в него. Потом, когда он уехал в работе, Синяя борода дала своей жене ключи. От любых комнат и замка. Кроме, можно заходить в любые, кроме маленькой комморки. А изначально младшая дочка, которая стала его женой, боялась за него выйти, потому что все прежние жены Синей бороды куда-то девались. Так, и никто не знал, где они. Так. Но она зашла. Угу. И увидела там, так сказать, трубку. Ну, в общем, короче говоря, увидела она там пропавших этих жен, которым очень сильно не повезло. Вот. Так. Чем все закончилось? Знаешь? Да, там просто Синяя борода дал попрощаться ей с сестрой 5 минут. А сестра подала знак братьям, которые должны были приехать. И типа быстрее надо себя. И братья залетели в дом Синей бороды. Ну, на самом деле, они там долго сражались с ним и с его злыми собаками. Ну, в конечном счете, да, они его сумели победить. Вот. И поэтому, да, сказка закончилась хорошо. Ну, кстати, у этой сказки, эта сказка послужила основой еще для оперы и даже для опереты. Вот. То есть, вообще, как бы, ну, она, может быть, конечно, немножко такая более взрослая, эта сказка, но сама по себе интересная. Так. Хорошо. Ну, что ж, ребята, мы с вами вот подгадали сказки. Так, теперь, мы, скажем, все с вами обгадали. Мы с вами молодцы. Так, а сейчас у нас заготовлен любопытный конкурс. Конкурс у нас для золушек. Так, что мы сейчас сделаем? Здесь вот у нас столик. Так, мне нужны две золушки. Так, и сейчас у вас будет классическое золушковое испытание. У нас здесь фасоль красная и белая. Да, спасибо, ребята, вы можете садиться тоже наблюдать. Сейчас они перемешаны, да, вот помните, как у золушки в сказке, у нее тоже там смешивали. Значит, вот, значит, одно из вас. Ух! Да, видите? Как это такое много. Так, это у вас одна. Так, сейчас. Сейчас здесь второй из вас подготовим. Значит, ваша задача. Да-да-да-да, сразу в сторон. Ты здесь, ты здесь. Задача у вас будет следующая. Победит та, кто первая сумеет красные от белых отделить. И вот, как бы, то есть, ну, у вас получится две кучки. Одна, соответственно, с красными, другая с белыми. Так. Что, готовы? Да. Ты готова? Количество одинаково пересчитано. Количество. Ну, на самом деле, все по-честному. По-придорожне. Вот. Все по-сказочному. Да, такие у нас сказки. Итак. Ну, что ж. Настать. Внимание. Начали. Так. Все. Давайте отделяйте, отделяйте. Ну, чуть-чуть подальше. Чуть-чуть подальше, чтобы они все быстро не перемешали. Давайте подерживайтесь. Давайте подерживайтесь. Давайте. Да, да. Можно болеть. Так. Быстрее, 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 молодцы, быстрее. Так. Ребята, надеюсь, вы не понимаете, что там пришлось перебать целых два мешка. Согласитесь, здесь всего-навсего поприбочнее. Вот. Ну, ну, как вас зовут? Как вы боитесь за вас? Как зовут вас? Эля и Даша. Даша и Эля. Так. Эля. 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 А красные, соответственно, у вас просто останутся, и вы их просто сгребёте во вторую кучку. Так, поэтому лучше выбирайте миленькие. Ну ладно, я сказочек, мне можно подсказывать. Такое уж это дело. Так. Давай, давай, давай! Ну, тогда будет совсем не интересно. Ну, у нас золушек не так много сегодня. Хотя, если потом кто-то из взрослых золушек захочет пополнить в свои силы, то мы тоже препятствовать не станем. А мальчики? А, мальчики желающие пополнить себя на уровне золушек? Я. А? Ладно. А, ну хорошо, тогда, наверное, на следующий раз, тогда, наверное, к следующим заходам. Наши соведущие, мои соведущие помощники посоревнуются. Да? Да, у нас здесь есть опытная золушка и неопытный золушек. Да. О, я смотрю, у нас здесь лидер. Так, кто-то вот как раз меня внимательно слушает и как раз аккуратненько, быстро, быстро вы говорите беленькие. Да, мальчики наполнили пока чтоidać в miejscу на пол. Давай, спасибо большое. Спасибо большое, спасибо большое. Спасибо 큐е! Т resource! Продолжение следует. Ну, все, у нас есть победитель. Все, молодец! Вот она у нас, Золушка. Зовут ее... Это у нас Эля, да? Зовут ее Эля. Да. Ну, вот, видите, у нас, да, у нас вот было честное, абсолютно честное Золушковое состязание. Вот, ну, да что же, молодец. Ну, просто вот, да, чуть-чуть у нее медленнее получилось. Ну, ничего. Вот, ну, да, замечательно, что вы две подруги. Так, хорошо. Сейчас, так, я сейчас опять все... А ты и жене, брат. Ах, жене даже, ух ты! Это был принц, да? Да. Понятно, ну, ладно. Так, я бы припоится, он быстрее с детства. Понятно. Вот, хорошо. Она уже готовится. Хорошо, да, готовится. То есть, вот, чувствуется, что она, она чтобы... То есть, она, видимо, там где-то иногда с другими принцессами соревнуется. Потому что, вот, принц-то уже есть. Но нужны, как бы, дополнительно, потому что принцессы иногда там, как бы, больше, чем принцов. И вот, нужны дополнительные бонусы. Что, типа, а знаешь, как я фасоль-то перебираю? О-о-о! Вот, так, ладно. Девочки, садитесь. Так, сейчас, сейчас, да, сейчас я по-честному смешаю все. И у нас будет еще один заходик. Так. Так, я надеюсь, наши следующие компенсанты запомнили правильную методу. А можно просто все в мешочек перекрестить? Ну, можно в мешочек, с мешочком будет. Можешь войдить? Да. Так. Ладно. Ну, не принципиально, потому что уже каждый-каждый не подбирайся. Так. Само собой. Вы думаете, я так просто поначалку не сплю? Нет, фасоль считаю. Вот. Вот, нам так. Ну, что ж. Так, значит, так, все, значит, у нас тут... Видите, у нас просто инициативный принц. Вот. И бывалая золушка. Вот. Просто как бы... Ну, а что? Времена сейчас поменялись. Сейчас у нас как бы должна быть полная взаимозаменяемость в семье. Если что, принц, он как бы хороший, на самом деле, добрый принц. Т-т-т-т-т-т. Т-т-т-т-т-т-т. Так, не журичи. Так. Ручки, ручки, ручки. Так вот, хороший принц, он, конечно, своей принцессе должен помогать по дому. Вот. Так что это вполне нормально и правильно, я считаю. Вот. Поэтому навыки перебивания фасоли, они принцем могут пригодиться. Итак. Ну что ж. Так. Настает. Внимание. Начали. Так. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok